Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипе. Описание этих работ художественно-литературный журнал редакции журнала Всемирная иллюстрация Санкт-Петербург, 1893 год. «Нет Бога, кроме Бога» Картина Верещагина. Верещагина можно назвать самым талантливым представителем реализма в русской живописи. В Академии Художеств он курсы не окончил, но отправился в Париж, где работал под руководством французского художника Жерову. Возвратившись в Россию он много путешествовал, долгое время жил на Кавказе. В 1867 году он отправился в Туркестан, где составил при генерал-губернаторе Кауфмани. Возвратившись из Туркестана, он долго жил в Мюнхене. Там он написал почти все свои туркестанские картины. Выставленные в Петербурге, эти картины производили сильные впечатления на зрителей, в особенности некоторые из них. Как, например, после неудачи и после удачи. А также фотография с картиной, уничтоженной самим художником Бача со своими поклонниками. Ввиду толков и обвинений в тенденциозности Верещагина, снял с выставки и уничтожил три картины из этой замечательной коллекции. Окружили, преследуют, забыты и вошли. В Индии Верещагин пробыл два года и вывез оттуда огромную коллекцию картин, написанных большей частью самой Индии. Затем во время русско-турецкой войны в 1877 году он отправился на Дунай. Там он состоял при Скоболе и Вурко. И получил рану во время пребывания на миноносце лейтенанта Скрытлова. Он присутствовал также при Плевненской битве и во время кавалерийской набега на Адрианополь. Исполнял даже должность начальника штаба. Таким образом, он объездил во время войны почти всю Болгарию и привез в Париж огромное количество этюдов, которые послужили материалом для новой коллекции картин из русско-турецкой войны. Обе эти коллекции, болгарская и индийская, были выставлены в Петербурге в 1883 году. В 1884 году Верещагин отправился в Палестину и Сирию, продолжая во время своих путешествий писать этюды. Обладая замечательным талантом, он один из самых блестящих колористов. Верещагин является самым решительным реалистом в искусстве. Берет сюжеты только из действительности. И если трактует их тенденциозно, то лишь для протеста против ужасов войны. В своих картинах из Нового Завета он решительно порывает всякую связь с традицией религиозной живописи. Во всяком случае, Верещагина нельзя не считать одним из самых замечательных художников со времен на Европу. Его выставки в России, Европе и Америке возбуждали весьма много толков. А статьи о нем на разных европейских языках и в том числе на русском, без преувеличения, можно сказать, составляют целую литературу. Помещаемая нами картина «Нету Бога, кроме Бога» взята из коллекции его туркестанских картин. Она изображает мусульманское празднество перед храмом в Самарканде. Картина представляет блестящую композицию, в особенности по отношению к группировке фигур и яркому прекрасному колориту. Вся эта разнохарактерная пестрая толпа с выразительными типичными восточными физиономиями, распределенные живописные группы, производит сильное впечатление своей оживленностью и движением. Но немаловажное значение в картине имеет также и величественный храм со своей чисто восточной архитектурой и прекрасными арабесками. Храм, освещенный лучами яркого южного солнца. Ну, вот такое описание по журналу 1893 года. Пока!